Мы сегодня с Арнольей решили проехаться на электричке. Нас бабуля отвезла до города. Мне нужно было встать на учет, так как у меня двойное гражданство. И мы сказали, что бабуля у нас оставит, чтобы немножко погуляли вдвоем, пока дед были в школе. И вот мы пришли вернуться на электричке. Смотрите, какой прекрасный бизнес. Я шушу. Сантронто. Я предложила одну проехать на электричке, чтобы попробовать все в России полностью. И поезда, и электрички. Еще надо на автобусе проехать ради интереса. Но в автобусе его что-то не впечатляют наши. Он со стороны смотрит и говорит, что они меня не впечатляют. Такие электрички. Стопы пустые почему-то. Много людей. В принципе, сегодня на неделе. В выходные, наверное, будет много людей. Сейчас нет. Сосед, описимся. Бассейн. Спортивный комплекс. Станция Кавказ. Станция Кавказ. Депо. Мне тут стук колес. Очень нравится. Не так успокаивает. Не знаю почему. С детства возвращает. С детства. Юношество. Жемья Сабрилля. Одно тоже головой машет. мне тоже нравится так успокаивает ой тук 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 и вот эти просторы просторы смотрите между городами Арно тоже так нравится а чем в яркий аутон да и спас он при виле мне тоже нравятся такие просторы смотрите как у него кепочка модная местная Кириус купили ему местную кепочку такую но нравится такой прошив а я если честно никогда я туда парикмахиваю не получается у меня то одно то другое хотела ждать что-нибудь сейчас сначала думала сделаю перьями милирование потом говорю Арнольд постригусь на все коротко там опять говорю нет милирования определюсь надо доехать нет времени даже здесь на себя отъезжаю в поселку Мирскому мы проезжали на поезде ночью не видно было там а сейчас днем как раз за хорошо это а мы начинаем ходить сламзаниская вокзал все все ничего ну вот по таким каменистым дорогам конечно сложно идти мне с моими тонкими конверсами подошва тонкая уже все ноги подбивала на камнях ну ничего ради этого то что быть здесь на родной земле можно и потерпеть здесь конечно все замужшее ветер опять ветер много не снимаю потому что ветер сумасшедший вам меня слышно не будет совершенно Слушайте какие еще есть домики маленькие еще мазанки так назывались да еще такие остались домики деревом обшитые они там уже никто не живет чего как дела хорошо сейчас домой пойдем посмотрим привет ангел мой как дела а кто это у тебя на велосипеде а 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 ну а 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 Конечно. Твоё, что хочешь, то и делай. Детки. У них сегодня был спорт в школе, занимались физкультурой. Рафаэль, конечно, говорит, ой, что так скучно. Говорю, Рафаэль, ну ты же маленький, ты же большой, понесли, у тебя скучно. 14! 14! Идите на улицу, играйте. А ты, дурми, пусть это любит. Моя, я хотела дурми, потому что я, эээ, тут ада, когда я в доме, я в доме, я в доме. У тебя, у тебя, у тебя. Она не переехала, линейка. Так, мелком отчетите линию. Она мелком, да, да. Сейчас, сейчас. Да, и лисико. Так нельзя. Кен-кен. Нет. Так нельзя. Бээ. Нет. Кен-кен. Нельзя. Ты обманываешь маму. Сейчас бабушка вам линию отсчетит. А нет. Нет, нет, и печально ударился. Сейчас, сейчас, пальчик мы замеряем. Сейчас. Сейчас мы подержим. Так, что она сделает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, шесть. Шесть, это она, шесть. Нет, это шесть, а три оттуда меряй. Почему? Потому что мы там не будем играть. Мы вот где играем. Оттуда вот три? Да. Оп, мама, секундочку. Нет, там же это, а где игра? Три, да? Все, сейчас. Это у меня больше, чем у Рафаэля. Что-то я бабушка хитрит. Для внука. Что-то бабушка хитрит для внука. Правильно, правильно. А? А еще, 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 еще. Еще, а не страшно так уже. Да куда ж? Нестрачно. А, это она хитрит для внука. Что они сейчас? Все. Еще, 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 еще. Супля. Ты же высоко, бьешь, чем-то. Да, вот, 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 ты, кому, да. Солсы. Нет. Солсы? Я варень. О, да нам кушать уже, я не варень. Окей. Давай, посади и кушай. Кесту! Ой, ну что, мои хорошие Вчера мы ездили Снимаю мало, может быть, заметили Просто на просто времени практически не хватает На съемки, все время с папой, с мамой Познакомиться с друзьями Снимаю совсем по чуть-чуть Понемножку, что успевает То и снимаю, правильно? Вот, так что вчера ездили Мы отдыхали в пиццерию С другом Рафаэлем Вот так вот, есть подлоклассница Рафаэльчик, как только в школу пошел С первого дня у него появился друг Артем Так хорошо, они прям Не знаю, как сдружились, в каком языке общались Но у них все хорошо, так получаются Дружеские отношения Вот, и с мамой Познакомились с этого Артема И выяснили, что папа этого мальчика Как бы учились в одной школе Ну, в принципе, поселок небольшой Все могут, наверное, друг друга здесь познавали Просто забываются со временем многие, мне кажется Вот, тем более те, которые были Не в одном классе, которые в одном классе Говорят, ну, помнишь А те, кто на годы два младше Ведь так уж, конечно, забывают Вот, так что Вчера смотались в пиццерию немножко Сначала в парке погуляли в городском Потом в пиццерии побыли А сегодня у меня дети после школы Алиса ко мне с ней ездила на танцы Ашки Можно, можно Вот Здесь танцы бесплатные При доме культуры Так что Алиса ко мне сходила Позанималась, ей понравилось Очень интересно Еще во вторник сходим Как раз в последнюю неделю перед отъездом Ну, и сейчас девчонки приехали К ней играть Что там, Алисенька, дерешься? Играют девчонки теперь в настольный теннис Столика нам не хватает Так хорошо играются Али, девчонки В бой Вот они, две сороки Бабуля и внучка Смотрите, сбагрила бабуля Все свои украшения нам Ну я-то в одно время А мне так приятно в одно время Бабушка носила Теперь внучка носить будет Смотри Вот, сняла я, Алисенок Да, мамочка Али, с этим украшением Я у тебя на свадке была Вот так вот Чемоданы повезем полные Мама, все нам нравится Ну я вижу, она все по тебе везла бы, чудо Как и бабушка в свое время Утро доброе Алис, это ты наложила? Ты улечка Блин, пока мама бегала Алиса уже наложила Не успела ничего Ты ж моя хозяюшка Доброе утро, скажи Как дела, куколка? Хорошо Все хорошо? Да О чем ты задумалась, рыбка мамина? О чем задумалась? Где тебе глазки? Терева А? Нет? Кука Что? Кука Кука? Нет, Алисенька Кука с утра Она пустая бутылочка Упля, извини Извини Вот она, моя маленькая хозяюшка Все делает Все Ой Умничка, мамина Алиса Ты большая умничка Как приятно Такую девочку смотреть Которая все делала Папик Панули партий Да ты ж Дуся, боишься, бедная А у нас хозяюшка Холодно? А, она замерзла, наверное У нее шерсти нету Она замерзла Ну, пойдем посмотрим Что там мужики наши делают Убежала А мужики наши стреляют тут Стрелки Заняться нечем Стреляют Не надо зайчик трогать Это опасно Там и цель нарисовали Да, кутичка Ну что, стрелок? Ну, здесь Уже ближе к центру У нас И мишень нарисовали Да, как положено Стреляют Да, Алисенька, не надо аккуратненько Понятно Аккуратненько Так, чтобы Роман Чтобы было видно Вот так Его сбоку так, чтобы его видно было Стреляют, стреляют Савицы Бум Сейчас так Раз Пинка под попку И промахнулся Да ладно, не страшно Дети, вы бы оделись потеплее Десятку Десятку Молодцы Пойдемте Пойдемте Собираться И поедемте в гости Поедемте Залеж Не знаю Переводить Постоянно Или они такие болтунные Я не знаю Да, это мое У нас же их полотенце Спрашивает Вау Вот А что сейчас поедет Детки играть К Артему И Марьяне Пригласили их А что сейчас я их соберу И у нас очень холодно У нас очень похолодало Вот так Прям резко похолодало Видите, хорошо взяла Теплый свитер И то мне в нем холодно Причесываемся Хвостик завяжем И поедем Деток я отправила Играть к деткам другим Точнее их пригласили Арно спит А мы тут с трочем С бабулей Почему не получается? Все получается Все прекрасно прошло Учу бабулечку Тут Новую машинку Осваивать А дед у нас Телевизор смотрит Дед балдеет Дед балдеет, да От бабушки На ощупь, да? Погода плохая Заняться нечем Кроме шитья Получила бабулечку Штанишки подшили И больше занялся Нечем Скукотища Скукота И домой Хочется Но я же такой человек Активный Мне Без активности Ну никак Никак Что ж поделать Ничего страшного А мои зайцы Сначала сказали Отвезти К 11 Я отвезла До 5 Потом позвонили До 7 Я говорю Блин Навязала детей своих Ну в принципе Я не навязала Мне пригласили Моих деток Ну им нравится Посмотрим Может как произошло Прошел у них день Расскажут они мне Зайчики мои Так Ну что девочки и мальчики Пока я по рикмахерским Ходила Посмотрите Как мне красиво Волосы привели в порядок Сегодня полдня В городе была Поехала волосы красить Ну очень хорошо сделали Ручки золотые Спасибо большое Лене Кто из Кропоткина Кто рядом с Кропоткиным Да вам номер телефона Внизу Не пожалеете Мне лично очень понравилось Я не знаю Какие цены в Кропоткине По мне показалось Очень недорого Парикмахерская такая Маленькая Незаметная Но я люблю такие Парикмахерские Любые салоны Которые не яркие Не броские Глаза не кидаются Значит там и люди Более человечные Так получилось Люди человечные Мне очень понравилось Очень хорошо На ней сделано Вот оцените сами Я не знаю Какие цены Нормальные Ненормальные Дорогие Недорогие Но по мне Вышло недорого Здесь эмилирование И стрижечка И укладочка И все И тонирование Все здесь Умничка Ну и пока сидела Ждала Красочка возьмется Подумала Сделать маникюр Но я же не люблю Эти всякие Ногти И вот это все Я просто Дела в порядок Ноготочки Замечательные Тоже там Как сказать Профессионал Нет Ну профессионал По маникюру И она по-моему Даже педикюр И кстати Она мне сделала Бровки тоже Подобрала цвет Идеально Вот тоже Дам вам Номер телефона Обращайтесь К ним Вот честно Девчонки Мне ничего Не давали Вот я такой человек Мне понравился кто-то Я лучше его Прорекламирую Посоветую Может кому-то Тоже пригодится В хозяйстве Кропоткина Вокруг Кропоткина Вот А мы тут пока Глюмотались Потом после этой Перехмахерской Детками Мы поехали К моей Однокурснице Мы с ней Я сначала В одном университете В институте училась Потом я Ушла во второй Учиться Потому что там У меня не получилось Он такой был Не очень Для меня Мне кажется Надо было В более такой Другой университет Так что я Из одного Оперлась Другой И потом Иди-иди Смотри Если хочешь Не-не Мне взять надо И потом Ну истыпа Этой подружками Остались Вместе Уже Ну много лет Общались Продолжали общаться Вот И 17 лет 17 лет Не виделись И встретились Ну У нее Трое Деточек Умничка Но я на двух Остановилась Ладно И пока же Говорю Начинаю Знаете Я Пока ездила Даже не разделась Еще Пока ездила После подружки Мы еще ездили К тете Получается Мамы Гости Тоже Получается Для меня Двоюродная Бабушка 17 лет А выглядит Шикарно Шикарно Для наших Русских Женщин Которые Тем более Из деревни Правильно Можешь Сейчас скажешь Гал Сейчас 17 лет У нас все хорошо Выглядят Конечно В больших городах Очень хорошо Выглядят Но в таком Профициальном Городке 70 лет Я думаю Не так же Выглядит Как выглядит Мамина Тетя Молодец И вот съездили К ней Сначала Поужинали И приехала Домой А мне тут Мама Подарки Поддает Сейчас покажу Все Братишка Это мой Друг Детства Занимается Виноделием Ну для себя Вино Вино делает Для собственного Потребления Вот Вино Шикарное Мы у него Пробовали И вот Он мне Позвонил Сказать Я тебе Две бутылочки Привез А тут Блин Не две Двадцать две Сейчас буду Звонить ему И говорить А где же Те две Бутылочки Еще не позвонил Он Ничего Не Я только Зашла Увидя Думаю Сейчас буду Звонить ему Вот Я все Не увезу Правильно За собой Возьму Несколько Бутылочек Остальное Все Пропью До моего Отъезда Ну и еще Смотрите Что мне Мама Тут передала Я конечно Обалдела Обалдела Сейчас Открою Вот Смотрите Медом Дали Это просто Для меня Это О Здесь два разных Один вот такой А другой Подсахарен Ну шмет Зависит От сбора Но у меня Дедушка Был Пчеловодом Я Много Не знаю Конечно Просто Шик 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 И шик Какие люди Добрые Ты уже в пижамку Одела Эй Покажи Твой маникюр Алис Мы Алисе Маникюр Сделали Подожди Котик Так не видно Настоящий Маникюр Вообще Планирую О Видно О Тебя Видно Подожди 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 Вот так Во Вообще Хотели сначала Цветочки Такие сделать А как увидела У нее заусеница Я говорю Можете сделать И ребенку Настоящий Маникюр Сделали Она провела Столько же времени С моим ребенком Сколько со мной А взяла дешевле Потому что это ребенок А хотя Работы сделала Точно так же У меня ужасное Горло болит Мне надо здесь Аллергия На амброзию Потому что у меня Горло постоянно Такое Надутое И нос Забитый Вот так Никогда не было А здесь у меня Появилась Аллергия Ну сколько лет Не была Уже отвыкла А здесь вообще Сцветет Амброзия А к подружке Ездила Мне мама Подружке Дала настойку Домашнего Приготовления Подписали Вишня И здесь Это из клубники Вот подписала Клубничка Какая прелесть Ну мы алкоголя Повезем Где-то нам Тоже там дают Какие-то настойки Тут нам Тоже разные настойки Ну будем там Пить ток русское До следующего приезда А крышечки Такие уже давно Не видела Для меня Такие крышки Уже сто лет Не видела У нас такого нет Какая прелесть Какая прелесть Господи Я всему радуюсь Вот не поверите Все что вижу Такое Своего детства Какая прелесть Там ножки Ножи О какая прелесть Скажите Вот дурная А мне нравится Вот так вот Что-то я разболталась Сегодня Разболталась Но слишком много Эмоций Довольна Всем Из-за этого И разболтываюсь Все Пошла раздеваться Дети укладывать Затра школа Редактор субтитров А.Семкин